В этом здании на Парковой улице с утра до позднего вечера не утихают звуки музыки. И так продолжается уже много лет. Щелковская детская музыкальная школа за годы своего существования выпустила порядка пяти тысяч мальчишек и девчонок. Более трехсот стали профессиональными музыкантами. И сегодня в этих стенах продолжают воспитывать юных дарований талантливые педагоги. В этом году музыкальная школа отмечает свое 75-летие. За годы своего существования она несколько раз меняла место расположения. Впервые школа распахнула двери перед юными музыкантами 75 лет назад в Чкаловском, а именно в здании жилкомбината. Позже открывается небольшой филиал в 14-м доме на улице Пушкина в Щелкове. А вот на Парковую 27 удалось переехать в конце 90-х. С тех пор здесь проходят занятия. Ребята занимаются также во втором корпусе школы в микрорайоне Чкаловский. Да, менялось многое, но неизменными оставались заложенные традиции. Сохраняется и преемственность поколений. Многие выпускники теперь работают здесь преподавателями. Немало и тех, кто трудится целые десятилетия, передавая свой опыт, развивая в ребятах музыкальный вкус, воспитывая их в лучших традициях отечественной музыкальной культуры. Алексей Шмелев, почетный гражданин Щелковского района, руководит учреждением более 35 лет. Он и сам ее выпускник. Русская музыкальная классическая школа, она была и остается одной из лучших в мире. И терять ее не то, чтобы не хотелось, мы просто не позволим. И мы будем всеми фибрами бороться за то, чтобы ребята приходили и сначала начинали учиться на классических инструментах, на фортепиано, скрипке, но я не буду перечислять все. Потом уже они перейдут на синтезатор, на какие-то неживые звуки, но они уже знать будут, что такое музыка, что такое музыкальная форма, что такое фраза и что такое любовь, что самое главное, что прививает музыку. Отчетный концерт Щелковской музыкальной школы – это добрая традиция, а в юбилейный год он прошел по-особенному торжественно. Выходя на эту сцену, испытываю тревогу и волнение. Почему? Потому что не всегда в этом зале можно увидеть такое количество людей, которые пришли по зову сердца и души, чтобы поприветствовать и поздравить тех, кто им очень дорог. В этот день в зале районного культурного комплекса не было свободных мест. Разнообразие жанров – от отечественной и зарубежной классики до современных композиций. Представлены лучшие номера. Вот так артисты вновь демонстрируют свои умения и уровень профессионального мастерства, полностью завоевав внимания зрителей. Искусством обутано все вокруг. А здесь за кулисами буквально в двух шагах от сцены. Ощущается особенная атмосфера. Атмосфера, созданная людьми влюбленных в искусство. Сегодня Щелковская музыкальная школа – одно из ведущих учреждений дополнительного образования региона. Ее воспитанники являются лауреатами и дипломантами районных, межрегиональных, областных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. Здесь и выпускники, ребята, которые продолжают свое обучение, начали свой творческий путь. Новый мир открыла для нас школа. Я так рада, что именно в эту школу мы попали. С дочкой, да. И такая гордость переполняет за преподавателей. Особенно за преподавателей. Нам очень повезло. Каждый день встречи с прекрасным. Мы обязательно планируем закончить эту школу. Я вспоминаю те теплые моменты, которые были тогда, когда мы ездили вместе, выступали. Впечатления были незабываемые. Музыкальная школа оставила неизгладимый след в нашей жизни. Если ты занимаешься этим уже на протяжении всей своей жизни, ты понимаешь, что тебе это нравится. Вот тебе гребень, вот тебе лен, вот тебе сорок веретен. Ты сиди, поглядывай, на меня поглядывай. Творчество музыкантов, преподавателей, воспитанников и выпускников школы не оставило равнодушным никого из присутствующих. А появление в финале оркестра тембровых гармоник и сводного хора вызвало шумные овации. Анна Балиец, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».